На один день Центр культуры в Мончегорске превратился в крупнейшую площадку по обсуждению всевозможных социальных проектов, направленных на развитие общества. Специалисты, тренеры, ведущие эксперты, представители бизнес-структуры общественных организаций из Москвы и многих городов России приехали в Мурманскую область, чтобы принять участие в форуме социальных технологий, партнерства, инноваций и развития. Его проводили компании «Норильский никель» и «Кольская ГМК». О том, как все вместе развивать и улучшать городскую среду, расскажут наши корреспонденты. Большой бизнес, далеко идущие планы. Форум социальных технологий с привлечением нескольких десятков экспертов со всей страны. Мастер-классы, семинары, конкурсы. Последние ноу-хау в области социального проектирования, волонтерства, урбанистики. Если подобные мероприятия и проводят, то обычно этим занимаются власти. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы качество жизни в наших городах повышалось. В том, чтобы жить было комфортно и интересно. Это способ удержать здесь молодежь. Способ вернуть назад тех, кто поехал на учебу. В этом интерес и наш, как градообразующего предприятия, и город. Потому что нам нужны и металлурги, и врачи, и учителя. Улучшить городскую среду, сделать жизнь всех горожан легче, комфортнее и интереснее. Эти амбициозные задачи, если кому и по силам, то только промышленным гигантам. Развивать, в первую очередь, территории, людей, организации на территориях присутствия своего бизнеса. При этом, одновременно улучшая условия для своего собственного развития. Двойная зависимость, двойная заинтересованность. Город заинтересован в сильном предприятии, а предприятие должно быть заинтересовано в современной городской среде. Партнерство, развитие, добровольчество, инновации. Все площадки и мастер-классы поделены для удобства на четыре сектора. Один из проектов – школа городских компетенций. 20 лет команда проекта занимается социальной адаптацией жителей городов. Везде существует проблема так называемой вторичной функциональной неграмотности. То есть человек может быть с высшим образованием, может быть с двумя высшими образованиями, но при этом он абсолютно не понимает, как устроена система ЖКХ и что такое управление личным финансовым жилищем, например. Одно из новых направлений, которое пока не сформировалось в отдельную науку – прикладная урбанистика. Типовые проблемы, связанные с культурой, городской средой, новой экономикой. Проекты института призваны решить их, но на качественно новом уровне – научить людей проектному мышлению, чтобы эффективнее справляться с рутинными проблемами. Это реальные проекты, это реальные полевые исследования, это реальные технологии изменения городов. И в нашем случае мы делаем акцент прежде всего на работе с горожанами, на социальных практиках, потому что основной, самый недооцененный ресурс в нашей стране и в наших городах – это люди. Просчитать мгновенную выгоду от проведения форума в Мончегорске сложно. Кому-то из участников подсказали идею для нового социального проекта. Кого-то заставили задуматься, а что могу сделать я для улучшения жизни своей и окружающих. Кто-то решил заняться новым видом деятельности. Безусловно, у нас были какие-то идеи, и та картинка, которую мы видели, но нам важнее совмещение нашей картинки с тем, что есть в регионах и с тем, что есть на местах. Норильский никель постоянно совершенствует городскую среду в регионах и городах своего присутствия, как, например, в Мончегорске, где есть Кольская ГМК. А благодаря таким форумам эта работа становится эффективнее. Виталий Шувалов, Александр Агуров, телекомпания Арктик ТВ, Мончегорск.